В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте! Ежегодно с 1 апреля по 31 мая в Ростовской области проводится антибраконьерская операция «Путина». Хотелось бы напомнить, что в этот период действуют строгие ограничения рыбной ловли, а нарушителям закона грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Об этом и не только. Смотрите в нашем первом материале. В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2021» полицейские совместно с контролирующими ведомствами проводят комплекс специальных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с членами общественного совета при Донском главке и представителями рыбоохраны провели редь по выявлению браконьеров. Факт незаконной добычи рыбы пресечен в акватории на реке Дон и Таганрогском заливе. Оперативники обнаружили местных жителей, которые занимались незаконной ловлей рыбы с помощью сетей и красноловных крючев. Запрещенный вид орудия лова был изъят у правонарушителей. Стражи порядка обращают внимание граждан, что порядок добычи биоресурсов строго регламентирован. За нарушение данных предписаний предусмотрена административная и уголовная ответственность. На минувшей неделе в Донской столице полицейские изъяли из незаконного оборота контрафактную табачную продукцию. Подробности в нашем следующем сюжете. В Ростове-на-Дону стражи порядка задержали четырех жителей, подозреваемых в незаконном обороте табачной продукции. Полицейские установили, что злоумышленники приобрели немаркированные сигареты и хранили их для сбыта в частном домовладении, а также в гаражных и складских помещениях, расположенных на территории Донской столицы. Табачку задержанные планировали сбыть через торговые объекты на территории Ростова и области. Правоохранителями проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружено и изъято около 600 тысяч пачек контрафактных сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость контрафактной продукции составила около 80 миллионов рублей. В настоящее время оперативники проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и изобличению всех фигурантов, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Зайти в здание детского сада под предлогом родителя и при этом вынести оттуда чужой ноутбук. Таков был план злоумышленника. На чем погорел жулик, смотрите прямо сейчас. Сотрудница детского сада рано утром позвонила в дежурную часть и сообщила о краже. Она рассказала, что работает в одном из дошкольных образовательных учреждений и из ее кабинета похитили ноутбук стоимостью 50 тысяч рублей. Через несколько часов после ее обращения в полицию сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину. Оперативники установили, что злоумышленник проживал недалеко от места преступления. Он под видом родителя зашел в один из детских садов, заглянул в открытый кабинет, увидел на столе ноутбук, забрал его и скрылся. Похищенный подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Ему избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Банальная фраза «а закурить не найдется» привела жителя Красносулинского района к массе неприятностей. Думаю, что желание поделиться теперь с кем-то сигареткой у потерпевшего вряд ли появится. Внимание на экран. При выходе из магазина к молодому человеку подошел мужчина и попросил закурить. Не придав никакого значения, потерпевший достал портмоне, в котором лежали сигареты, а вместе с ними деньги и другие ценные вещи. Он даже не успел осознать, как в считанные минуты незнакомец выхватил у потерпевшего имущество из рук и убежал. Другого варианта, как обратиться за помощью в полицию, у парня не осталось. Оперативники по горячим следам вышли на 46-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за кражи и разбой. Стражи порядка изъяли у подозреваемого барсетку с деньгами, телефон и вернули законному владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, грабеж. Подозреваемый задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Из Москвы в город Шахты приехал погостить мужчина, но оказался он в наших краях не с благими намерениями. О том, как незнакомец под угрозой пистолета забрал всю выручку из магазина, смотрите в следующем материале, подготовленном специально для программы «Законы город» Андреем Брюквиным. Дежурную часть отдела полиции номер 2 Управления МВД России по городу Шахты поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин. По словам продавца, злоумышленник зашел в торговую точку и под угрозой пистолета потребовал отдать ему выручку. Мужчина похитил из кассы 6 тысяч рублей и скрылся. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего жителя Московской области. Мужчина рассказал, что зашел в магазин, убедившись, что кроме продавца там никого нет, достал пистолет и потребовал у него отдать ему денежные средства из кассы. Забрав наличные, он скрылся. При задержании правоохранителя обнаружили и изъяли у мужчины пневматический пистолет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Он задержан в порядке 91 статьи УК РФ. Грабитель работал исключительно в районе крупных супермаркетов и, совершая нападения на потерпевших, пустым с места преступления никогда не уходил. Ростовчанка обратилась в отделение полиции сразу после того, как на женщину был совершен грабеж. Вечером, когда она выходила из супермаркета, на нее напал неизвестный, выхватил у нее сумку и убежал. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Были составлены ориентировки и изучены камеры видеонаблюдения. За грабеж стражами порядка был задержан 36-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Как оказалось в дальнейшем, злоумышленник причастен еще к четырем эпизодам противоправной деятельности. Фигурант выслеживал своих жертв возле торговых центров, выхватывал у них сумки и убегал, после чего вытаскивал оттуда исключительно деньги, а от улик избавлялся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж, меры пресечения, заключение под стражу. Белым днем двое неизвестных выдернули из рук женщины сумку и немедленно скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Но далеко уйти, а точнее уехать грабителям, к счастью, не удалось подробностей в материале моего коллеги Василия Горина. В дежурную часть отдела МВД России по Багаевскому району обратилась местная жительница с заявлением о нападении. В ходе опроса заявительницы полицейские выяснили, что днем она ехала на велосипеде по обочине дороги, ведущей в станицу Багаевскую из близлежащего хутора. Внезапно дорогу ей преградила машина серого цвета. С пассажирского сидения вышел мужчина, на голове которого была матерчатая маска с прорезями для глаз. Водитель же оставался за рулем. Мужчина в маске попытался выхватить хозяйственную сумку из багажной корзины велосипеда. Но женщина тоже схватила сумку, так как в ней находились два ее сотовых телефона и более 8 тысяч рублей. Нападавший попытался сеть в салон автомобиля, вырывая сумку из рук пострадавшей. В это время водитель начал движение, волоча за автомобилем женщину, которая только через несколько десятков метров отпустила сумку и автомобиль с нападавшими скрылся из виду. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по приметам автомобиля, которые сообщила заявительница, полицейские сумели установить личные данные транспорта и составить на него ориентировку, которую передали всем патрулирующим нарядам. Инспекторы ДПС 1-го взвода 2-й роты отдельного специального батальона ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области остановили по поступившей ориентировке автомобиль и доставили его водителя и пассажира в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Багаевскому району установили причастность доставленных граждан 29 и 27 лет к разбойному нападению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Руководством Главного управления МВД России по Ростовской области принято решение о поощрении сотрудников полиции, проявивших оперативность и профессионализм в раскрытии данного преступления и задержании подозреваемых. Угнать иномарку, а затем попасть на ней в ДТП. И оба этих преступления подозреваемый умудрился совершить в течение всего нескольких минут. В этой запутанной истории, которая произошла в Таганроге, разбиралась Екатерина Зайцева. В дежурную часть отдела полиции номер 3 Управления МВД России по городу Таганрогу поступило заявление от местной жительницы об угоне автомобиля Киа Пиканта. Женщина рассказала, что днем припарковала машину около дома, а вечером обнаружила его пропажу. В ходе проведения поисковых мероприятий полицейские установили, что, двигаясь на угнанном автомобиле, с задним ходом навстречу основному потоку движения водитель не справился с управлением, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за разбой и уклонение административного надзора. Полицейские выяснили, что мужчина выкрал ключи от транспортного средства и угнал его. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. Фигуранту избрано меропресечение в виде заключения под стражу. 6 апреля исполнилось 160 лет со дня образования медицинской службы войск правопорядка. В 1861 году при штабе отдельного корпуса внутренней стражи введена должность штаб-доктора. В любых условиях оставаться верными клятве Гиппократа и военной присяге. Медики в погонах отдают все свои силы, знания и опыт благородному делу борьбы за здоровье и жизнь военнослужащих Росгвардии. Офицеры в белых халатах несут службу бок о бок с другими сотрудниками, участвуют в спецоперациях и учениях и первыми оказываются рядом в экстренных ситуациях. Перекинули, на предохранитель поставили, сняли с него, положили свои виды. Они не только сами помогают сослуживцам, но и обучают этому других. Показывают, как правильно остановить кровотечение, наложить жгут, изолировать место растяжения или перелома, а также безопасно эвакуировать раненого товарища. С особой тщательностью эти навыки отрабатываются во время учений и тренировок. Понимая, что от собственного здоровья зависит и здоровье окружающих, Росгвардейцы принимают активное участие в вакцинации против новой коронавирусной инфекции и регулярно участвуют в акциях по сдаче донорской крови. Сегодня медицинская служба осуществляет лечебные, профилактические, санаторно-курортные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на укрепление и охрану здоровья сотрудников, военнослужащих, а также членов их семей. На протяжении многих лет медицинский персонал ведомства надежно стоит на страже здоровья личного состава, благодаря чему сотрудники каждый день в полном здравии заступают на службы по охране, правопорядке и безопасности. А на сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать в студии. С вами была Елена Ветрова. Всего вам самого доброго. До свидания. Имч ведущий создан косметологическим центром «Эстудия». Субтитры создавал DimaTorzok